Давайте сегодня поговорим о том, как можно перерабатывать мусор. Во-первых, его можно не создавать. Допустим, я сижу на вот таком вот кресле, да, икеешном. Они сделаны некачественные кресла, оно облезает, но оно по-прежнему мягкое. Может быть, это немножко неэстетично, но давайте не будем загрязнять природу. Или у меня, допустим, раскололся один плафон на люстре, да. Я продолжаю ее использовать. Вот это и так же экономично. То есть, во-первых, мы стараемся использовать вещи как можно дольше. Во-вторых, можно продлевать срок использования вещей, ремонтируя их. Или, например, я стираю подушки, перевые. У меня есть отдельное видео, которое в 100 тысяч просмотров, как стирать перевые пуховые подушки. Оказывается, это возможно. Дальше. Вещи не обязательно выкидывать, да. Можно их продавать на Авито. И так же есть люди, которые не могут себе позволить покупать какие-то дорогие новые вещи. И они покупают их дешевле. И вещь получает вторую жизнь. Очень хорошо продается электроника. Дальше. Теперь больше к способам именно переработки. Можно именно макулатуру. Там, где нет большого количества полиграфии, какой-то картон, тетрадки старые. Сжигать на даче. И так же ее при этом обогревать. Бутылки я отношу соседу этажом ниже. Он их сдает в пункт переработки. Еду я стараюсь, естественно, брать в больших упаковках, чтобы не засорять окружающую среду. Вот. Но, то есть вы видите, все эти способы простые. Они не требуют каких-то фанатичных, сложных способов, отнимающих много времени. Но в то же время позволяют сэкономить вам деньги и сохранить окружающую среду. Вот. Так же в интернете много других каких-то специалистических, специализированных, да, способов. Но я не думаю, что стоит прямо так вот заморачиваться. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Я вас люблю.